Это многоэтажка в переулке Трунова, печально известный жилой комплекс «Фристайл» не менее известной компании «Вант», которой в том числе принадлежат вот эти дома на Мамайке. Строить их начали больше десятка лет назад. Тогда же в переулке Трунова выросла новостройка. Под соседнее здание залили фундамент. На этом все остановилось. Обманутыми остались порядка полутора сотен вложившихся в объект дольщиков. Причем средства граждан привлекались незаконно. Разрешения на строительство не было. Восемь лет назад застройщик был объявлен банкротом. С, казалось бы, мертвой точки дело все-таки удалось сдвинуть при активном участии мэрии курорта. На сегодняшний день администрацией определен инвестор по этому объекту. Выдано разрешение на строительство. Заключено мировое соглашение, в соответствии с которым застройщик выведен из процедуры банкротства. И на сегодняшний день начата работа по заключению новым инвесторам. Он имеет статус как новый застройщик. Договоров долевого участия с гражданами, которые признаны кредиторами по этому объекту. Достроят дома компания «Альпика». В Сочи эта фирма в том числе занимается строительством социальных объектов. Пока судьбу уже построенной много лет назад в Исотке решает экспертиза, новый застройщик основательно взялся за дело. Работа на площадке купить. Понятно, что в интересах нового инвестора не только удовлетворить требования дольщиков, обеспечить их квартирами не более чем через два года, но и получить коммерческую выгоду. «Альпикой» уже получено разрешение на строительство в переулке Трунова комплекса зданий. Вообще на этот объект мы попали по просьбе администрации, в частности по просьбе мэра города Анатолия Николаевича Пахомова. Мы пришли сюда еще год назад. Объект был в печальном таком состоянии, заброшенном более, ну и более около 10 лет. Здесь были стоки со всего района. Мы наконец здесь осушили и начали подготовительные работы. Сейчас получено разрешение на строительство. Я думаю, что не только обманутые, так сказать, дольщики, но и жители города, и гости города будут довольны этим объектом. Он будет украшать наш город. Благодаря такому масштабному строительству новый застройщик сможет решить проблему еще более 200 дольщиков других домов. Это ЖК Эдельвейс в переулке Теневой и ЖК Долина на аллее Челтенхэма на Мацесте. Сейчас дома проходят экспертизу. Таким образом, один новый инвестор решит проблему более 400 человек, которые ждут своего жилья более 10 лет. Вообще в Сочи еще в начале года в списке проблемных было 28 домов. Сегодня уже 6 введены в эксплуатацию. Еще 4 практически достроены. Два дома после детального изучения исключены из реестра. Таким образом, к концу года из 28 объектов 12 уже навсегда покинут печальный список проблемных долгостроек. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.